Всем добрый день! Ещё три минуточки подождём всех и приступим к изучению Таиланя. Так, сколько у нас тут человек? Как меня слышно, кстати, и видно. Скажите что-нибудь. Плюсик, да? Отлично. Хорошо. Спасибо большое за обратную связь. Очень хочется, чтобы вы всё-таки участвовали в нашей беседе. Не просто, чтобы я рассказывала. Если у вас будут вопросы какие-то, пожалуйста, задавайте их. Если успею, то отвечу на все вопросы. Если нет, тогда мы с вами будем поддерживать обратную связь по электронной почте или по телефону. Пошли плюсики. Очень хорошо. Значит, видно и слышно нормально. Ну, ещё пару минут и приступим. Так приятно видеть, что у нас только народу интересуется этим направлением. Это прямо от радов. Бальзам на душу. Ну, давайте я представлюсь и надеюсь, что все остальные тоже подтянутся к нам. И приступим к, собственно, нашему вебинару. Зовут меня Ольга Мышева. Я являюсь сотрудником компании China Travel. Мы сегодня будем обсуждать прекрасный остров Формоза, он же Тайвань. Для тех, кто с нами сегодня первый раз, я бы очень хотела, чтобы вы посмотрели наш предыдущий вебинар. Он находится на этом же сайте Profit Travel в разделе «Каталог». Обязательно послушайте. Там много интересной информации, которую давала моя коллега Елена Волкова и остальные спикеры, Денис Николаев, например, с департамента туризма Тайваня. И из Чана Рейдена, я звала, тоже коллега наш, рассказывала про полетную программу. Поэтому обязательно посмотрите, ну, чтобы мы не особо заостряли внимание на тех вопросах, которые они уже, собственно, осветили. И давайте я вам немножко расскажу про... Можно уже приступать. Про то, кто мы такие, как давно мы на рынке. Ну, в общем, какую-то общую информацию дам. Слайдик у нас не переключается. Еще разочек. Какая-то ошибка. Ну, ладно. Так, предыдущий, если попробовать. Вот, отлично, да. На туристическом рынке мы находимся с 1995 года, то есть достаточно давно. Это видно по нашему реестровому номеру туроператоров. Мы являемся членами Международной воздушной ассоциации ИАТА. Также являемся членами различных других сервисов, которые позволяют нам выписывать отрибилеты на разных направлениях, в том числе лоу-постеров, в режиме реального времени, то есть онлайн, что очень удобно для наших и для ваших туристов. Потом мы входим в состав группы русско-китайского клуба, являемся держателем блочных мест на катарских авиалиниях, аэрофлоте, сингапурских авиалиний. И, в общем-то, летаем мы не только из Москвы, но и из регионов, поэтому вы можете на нас рассчитывать в турах не только из Москвы, но и из других городов России. Отсюда вывод, что мы надежный партнер, надежный туроператор, с нами легко и приятно работать, конечно, так говорят наши любимые туркомпании. Что хотелось бы отметить, что помимо стандартных программ, мы очень любим делать комбинированные туры, разные сложности, поэтому если у вас что-то нестандартное, то, что у нас на сайте не висит, например, в программах, вы можете смело к нам обращаться, мы с удовольствием поможем вам подобрать наиболее удобный вариант випетингам и, собственно, по маршруту. Направление Тайвань может быть не очень раскручено на данный момент среди именно наших туристов, хотя среди китайцев, японцев, вьетнамцев это очень раскрученное направление, они туда путешествуют регулярно. Что хотелось бы еще сказать? Ну, я считаю, как и многие другие, что Тайвань – это прекрасное место для отдыха. Там это направление сочетает в себе практически все виды отдыха, об этом я расскажу, почему это так. И добро пожаловать на Тайвань. Давайте мы вам покажем, что означает. Это у нас флаг в Тайване. Красненькая – это земля, синяя – это море. Что такое вот это солнышко? Ну, собственно, это солнце, как оно есть, но вот эти 12 лучей – это 12 часов китайских. Один час – это в нашем понимании два часа обычных. То есть фактически это 24 наших часа, которые олицетворяют собой дух прогресса. Интересно, такой факт интересный. Когда лучше ехать? Ну, мой коллега Денис Николаев уже рассказал про это. Ну, и давайте я повторюсь, наверное, да. Когда лучше ехать? Да, по сезонам, как удобно. Ну, нет, давайте скажем так, что Тайвань – это круглогодичное направление, то есть можно ездить круглогодично. И как таковые сезоны я бы не выделила бы. Единственное, что, может быть, я бы исключила сезон тайфунов, которые сейчас случаются на Тайване – это август-сентябрь. Остальное уже время достаточно комфортно и приятно там находиться, как в экскурсионной программе, так и на пляжный отдых. В общем, можно рассчитывать. Что касается языка, то на Тайване у нас путунхуа – это мандарин, официально китайский язык, тот же, который действует на всем континентальном Китае. Также разговаривает на фунцзианском диалекте, он же называется тайваньский, южнофунцзианский, простите, он же называется тайваньский, и гуандунский диалект. В транспорте объявление делают на трех языках, плюс на английском, специально для нас, для туристов. Что касается общения, то, смотрите, если у вас возникают какие-то вопросы в процессе тура, да, там, вы можете обратиться с любым вопросом на английском языке к молодому поколению, старшему поколению все-таки больше склонно разговаривать на китайском языке, в общем, поэтому к ним с каким-то вопросами лучше не обращаться, они вряд ли вам помогут. Далее, что у нас идет по поводу визы. Виза на тайвань нам не нужна, гражданам Российской Федерации, 21 день, если не превышать срок нашей поездки. Для того, чтобы пройти границу, нужно для въезда в страну, и для прохода границы, нужно всего лишь иметь при себе наш заграничный паспорт со сроком действия не менее 6 месяцев, плюс, как и везде, в самолете вам дают миграционную карточку, ее нужно заполнить и предоставить, опять же, сотрудникам аэропорта, сотрудникам паспортного контроля. И еще обязательный момент такой, предупреждайте, пожалуйста, туристов, что снимать отпечатки пальцев. Для некоторых это важно, тот это вообще неприемлемо, поэтому лучше предупредить заранее, чтобы не было потом каких-то вопросов в каких-то сложных ситуациях. Далее, мне бы хотелось еще сказать, что по поводу связи, да, на острове очень хорошая связь, 4G. Сим-карту лучше купить сразу в аэропорту, чтобы не испытывать потом никаких неудобств. Можно взять ее на 10 дней, мне кажется, это самый удобный вариант, хотя есть и на более длительный срок. Плавить будет практически по всему острову, если, конечно, не забираетесь куда-то прям в дебри, в дебри. Наши программы не предполагают этого, но мы можем сделать, если захотите. Дальше, да, транспортная система острова очень хорошая, хорошо развита. То есть вы можете передвигаться как на машине, так и на автобусах, и, соответственно, поезда. Поезда есть высокоскоростные и обычные, более медленные. Также есть авиасообщение между городами крупными, Тайвань, то есть можно, если у вас мало времени, то можно перелететь из одного города в другой. Далее, что у нас еще интересного? Так, у меня почему-то не переключает он слайды, как обычно, потом придется приловчиться к этому. Так, сейчас, секундочку, а то мы далеко уехали. Следующая тема у нас, как мы сказали, деньги. Деньги. На Тайване действуют свои деньги. Это тайваньский доллар. Это один к двум нашим рублям. То есть один тайваньский доллар, это два наших рубля. Очень удобно. Пересчитывать на наши деньги, просто умножайте на два. Что касается оплаты, то карту, конечно, принимают, но в маленьких где-то магазинчиках, где-то если вы находитесь в небольшом городе, то, может быть, вам понадобятся наличные деньги, поэтому лучше сразу поменять их или в аэропорту, либо в банке, либо в отеле. Это как вам удобнее, так удобнее вашим туристам. По поводу залога в отелях можно, опять же, в больших, крупных отелях это берется депозит с карты, то есть заморозка происходит на карте. Если это какой-то маленький бюджетный отель, то, скорее всего, опять же, у вас попросят депозиты именно местными деньгами. То есть, пожалуйста, предупреждайте эту вещь, чтобы они какую-то сумму имели при себе этих местных денег, чтобы не было проблем. Так, дальше. Да, важный момент. Доллары не принимают нигде, ни в каком виде. То есть, никакие иностранные деньги, кроме тайваньских долларов, либо карты. Имейте это в том же виду. Так, что у нас интересного на Тайване? Ну, во-первых, надо, конечно, сказать, что это очень вкусная кухня. Это про еду, за еду. Здесь мы можем попробовать кухни разных, просто самых интересных кухонь страны. Несмотря на то, что Тайвань не самое большое государство, не самый большой остров, но тут множество кулинарных сечений. Это связано с историей, потому что остров был оккупирован японцами. Здесь же были и европейцы, и китайцы, соответственно. Ну, понимаете, да, что смешение культур, оно всегда дает этот никс невероятный вкусовой. Поэтому, и, кстати, в наших программах, которые мы для вас придумали, мы стараемся сделать так, чтобы туристы попробовали всего по чуть-чуть, чтобы они имели полное такое представление о том, что такое кухня Тайваня. Она действительно потрясающая. Многие даже называют Тайвань равен для гурманов. Ну, я бы, пожалуй, даже с ним согласилась. Потом, что у нас еще я бы хотела сказать про… А, я бы очень хотела сказать, во-первых, что стоит попробовать из китайской еды. Это пельмени со свининой, демсамы, утки по-пекински. Если кто не был в Китае, то обязательно вот это тоже стоит попробовать. Интересная кухня-хабка, она такая соленая, ароматная. Потом есть традиционные тайваньские закуски сяучши. Это, ну, по-нашему, маленькая еда, то есть маленькие закусочки, которые можно везде купить. Потом уличная еда очень развитая. То есть вы можете недорого покушать, перекусить, не заходя при этом в какие-то дорогущие рестораны, там не тратя большие какие-то насловные деньги на это. Что интересно, да, есть исторические рестораны, на которым более 100 лет, и которые специализируются на каком-то одном виде блюда. Например, вот есть ресторан, который занимается только лапшой, и больше 100 лет уже занимается этой лапшой. То есть вы можете представить себе, какой уровень мастерства они достигли в этом, да. Говорят, что сам Чан Кайши в одном из таких бывал. Что еще интересно, про выпивку. Наверняка туристы наши спрашивают, а что же там, если выпить, да, алкоголь ли присутствует. Да, алкоголь присутствует. Есть, во-первых, тайваньское пиво вкусное, потом есть даже свой ликероводочный завод, где делают очень недурственный виски, похожий на японский. Если вы пробовали, то можете понять, что это такое. Ну, естественно, так как это остров, то морепродуктов, видимо, невидимо. В местечке, ну, где-то в 40 минутах, наверное, езды от Тайпэ есть местечко такое, Даньшуй называется. И там оптовый рынок по закупке морепродуктов для всех ресторанов. И вот тайваньцы по выходным приезжают туда целыми семьями, чтобы попробовать свежие морепродукты. А чуть-чуть повыше есть рестораны, которые торгуют уже этими же морепродуктами, но чуть подороже, и, соответственно, берут еще и за доплату за вид из окна. Там можно взять на террасе, например, столик, покушать, наслаждаясь не только вкусной едой, но и приятным видом на окрестности. Поверьте, это очень красиво, очень вкусно. И на самом деле не очень дорого. Ну, не сильно дороже, чем в любом другом ресторане. Далее повсюду есть чайные домики, потому что Тайвань славится своим чаем. Я потом про это расскажу, про чай конкретно, потому что это отдельная тема. Очень вкусный чай, да, вы можете пробовать, можете купить. Я обязательно прям советую, если у вас возникает вопрос, что привезти из Тайваня, то, конечно же, везите чай. Не прогадайте. Ну, помимо этого, там еще много всяких разных вещей, которые можно привезти, если будет интересно, расскажу, если успеем. Может, я как-то это слишком подробно, мне кажется, рассказываю. Еще одна, да, интересная штука, специалитет такой тайваньский – это жемчужный чай. Может быть, вы видели в Китае, например, ну, в Китае и других азиатских странах называют bubble tea. То есть это чай с молоком, в который кладут шарики тапиоки, из крахмала тапиоки. Нет звука? У всех нет звука, скажите, пожалуйста. Ага. Евгения. Не знаю тогда, почему нет у вас звука. Может быть, у вас на компьютере просто что-то нажат? Попробуйте, пожалуйста. Вот, просто перегрузите, если у кого нет звука, потому что вот люди пишут, что есть. Ага. Да, это чай с молоком, в который кладут шарики, они как гелевые, так и по виду. Ну, их можно кушать, естественно. Из крахмала тапиоки или сладкого картофеля. Они продают такой очень приятный вкус обычному, вроде бы, чаю с молоком. Ну, про еду, на самом деле, можно очень много рассказывать. Тут вот представлена всего лишь, я не знаю даже, какая часть, ну, 2%, может, от того, что можно реально попробовать на острове, и того, что нет, может быть, даже нигде. Хотя многие блюда перекликаются, тут же и китайская кухня очень хорошо представлена, поэтому... А, и японская, естественно, тоже, потому что японская оккупация наложила свой опечаток на кухне Тайвана. Есть и суши, и сашими, в общем, все свежайшее, потому что море, океан рядом, все вылавливается, тут же на стол подается. Вот, я бы даже рекомендовала, вот, если есть у вас среди туристов гурманы, то рекомендуйте им прямо Тайвань как место для гурманов, очень вкусно. Единственное, что надо, наверное, джинсы тогда побольше брать на размер, чтобы не оказаться без одежды в какой-то момент. Вот, дальше, что у нас еще? Сейчас опять слайд у нас не переключается, но мы победим технику. Так, да, горячие источники. Смотрите, у нас входит в одну из программ как раз отель с этими горячими источниками. Вот, что хочу сказать, да, источников много, они разные, то есть есть с горячей водой, есть с холодной даже водой несколько источников, потом они различаются по составу, по своему, по составу воды, то есть есть где присутствуют минералы, есть абсолютно нейтральные, то есть без каких-либо минералов. Тут надо, кстати, смотреть очень по здоровью, потому что, ну, чтобы не было просто хуже после того, как вы окунете в свой источник. Поэтому обязательно уточняйте у туристов, какие у них там противопоказания есть, потому что, например, там серные ванны, они не всем показаны. Вот, и есть с углекислотой и с натрием еще источники тоже, ну, такая специальная вещь, поэтому лучше уточняйте. Если не знаете, то рекомендуйте нейтральные, чтобы не было потом никаких последствий. А, плюс есть еще несколько грязевых источников. Ну, в принципе, грязь не очень на Тайване используется в этом качестве, в качестве косметическом. Скорее для приготовления там разных блюд, еще для чего-то. Да, ну, в общем, это большой плюс отдыха на Тайване, что можно устроить себе пару дней релакса такого, поваляться просто в этом источнике, ничего не делая, ни о чем не думая. Японцы, кстати, проезжают с семьями на выходные, поэтому зачастую лучше спланировать так, чтобы не оказаться на этих источниках в выходной день, потому что будет много просто народу. И не получится с тобой кайфа, как если вы находитесь там один или в маленькой-маленькой приватной компании в этом источнике. Дальше что? Ну, конечно же, первое, наверное, что приходит на ум, когда говорят «Роу Тайвань» – это столица Тайвана, Тайбэй. И, скорее всего, ассоциация с крупным городом, деловым центром, где можно организовать различные виды бизнес-встреч, переговоров. Тайбэй, кстати, это предлагает, и очень хорошее место для проведения этих переговоров, потому что потом можно сочетать с той же экскурсионной программой или выездом на море. В общем, удобно очень совместить, приятно и полезно. Также в столице города Тайбэй проходят множество известных выставок, в основном, наверное, по технике. Работают гигантские корпорации. В общем, если у вас есть какие-то запросы по деловым путешествиям, то это тоже сюда, к нам, на Тайвань. С удовольствием сделаем, поможем подобрать наилучшие варианты отеля и перелеты и всего остального. И мне хотелось бы, во-первых, спросить еще, пока я не начала дальше рассказывать про то, что еще мы можем посмотреть на Тайване. Были ли у вас вообще запросы по Тайваню? Что люди спрашивают, что они хотят? Знают ли они, что можно там посмотреть? Ну и вообще, как? Напишите что-нибудь. Так, видимо, ни у кого запросов не было. Ага. Ну, как в фильме. Не было? Будет. Надеюсь, что будет. Ну, смотрите, да. Если запросов не было, то вы же знаете, какие туристы к вам приходят, поэтому у вас есть возможность всегда сориентировать туристам на тот или иной курорт. Вы же знаете, да, что мы можем получить в том же Таиланде, в Индонезии, в Малайзии. И вот про Тайвань, поэтому сейчас еще более подробненько расскажу. Помимо того, что у нас ванны, еда, деловые поездки, что мы еще сказали. Так, про визы. Виза нам не нужна, 21 день. Мы без визы находимся в стране. Нужен паспорт за гранд 6 месяцев, чтобы не было меньше 6 месяцев до окончания срока действия. Миграционная карта и снимаем отпечатки пальцев. Так, отвлеклись. Окей. Что бы я еще хотела сказать, это большой пласт просто очень, а у нас уже 20 минут прошло, осталось всего 40, у нас еще много-много всего интересного впереди. Я бы хотела остановиться на парках, островах и парках. Тайвань однозначно будет интересен тем, кто любит природу. Так, про выставки мы сказали, давайте про природу. Так, опять у нас не переключаются. Ну ладно, мы все равно... О, да, в дальнейшей выставке мы сказали. Вот, да. Ну, во-первых, пляжный отдых, он там есть. Если вы представляете себе карту Тайваня, то это самая южная его точка, Кентин. Очень красивое место. Пляжный период там продолжается практически круглогодично. Можно приезжать, отдыхать, купаться в море, наслаждаться солнцем, ходить по песочку. Пляж шикарный. Дальше у нас есть еще замечательные такие острова Пеньху, пескодорские. Туда тоже можно за пляжным отдыхом приехать. Ну вот, здесь на карте, к сожалению, не очень видно, но вот Кентин, он вот здесь, внизу. А, да, за где-то 2-3 часа можно доехать с одной точки в другую. Вот здесь, вот так. Из Тайвэйн, из самого низа. Потом, да, по поводу природы. Здесь сформировалась совершенно замечательная экосистема, парки. И можно себе представить, да, остров занимает сам 36 тысяч квадратных километров, и на нем находятся целых 8 национальных парков, 13 ландшафтных парков зон и 18 рекреационных зон. Природа шикарнейшая. То есть это и горы, и море, и озера. Все присутствует. Все, что душе угодно, все здесь есть. Наиболее популярное – это парк Тарока, который у нас входит в одну из программ. И не в одну, во многие программы у нас входит, потому что это, я считаю, жемчужина вообще Тайваня. Но мы более детально, наверное, в программе это посмотрим. Давайте вам картинки пока покажу. Это озеро Сан-Мун-Лейт знаменитое, одно из красивейших озер, признанных в мире во всем, одним из красивейших озер. Про него мы тоже потом расскажем. Далее у нас идет очень, вот, Тарока, про которую я сказала, национальный парк Тарока с его мраморным ущельем. То есть мы можем совершенно спокойно предлагать направление любителям природы, фотографам и, конечно же, кому? Блогерам, да. Встретографии с Тайванем получаются невероятно красивыми. Мало кто там бывает из наших, из русских. Поэтому вы будете практически эксклюзивны, если поедете туда. Так, потом что еще у нас? Да, Тарока. Горы Алишань. Очень красивые горы. Это не только горы, это вообще национальный парк. У нас туда тоже экскурсия будет. Программа, о которой я потом расскажу, мы на ней остановимся более подробно. И в горах Алишань у нас выращивается самый вкусный чай. Алишаньский улов. Потом, что у нас? Если мы хотим посмотреть что-то историческое, то есть про историю Тайваня узнать, то это вот город Лукан и Тайнань. Он у нас тоже есть в программе, на которой мы остановимся чуть позже. Это тоже интересное очень место. Это, в общем, как видно из слайдов, и вообще из рассказа, из моего, понятно, что помимо природы есть еще история, история культуры страны. Очень интересная, потому что ведется она давно уже, с XIII века, если я не ошибаюсь. И есть музеи, которые я бы советовала посетить. Если туристы едут сами, то обязательно скажите им, чтобы они сходили в музей, посмотрели, что там есть. Архитектура очень интересная, храм очень интересная. То есть если у вас турист заточен на то, чтобы не валяться там на пляжу, точнее не лежать на пляжу, извините, если вы хотите что-то интересное посмотреть познавательно, то на Тайване это есть. Есть что посмотреть, есть что узнать. При этом еще и сохранились племена аборигенов, экскурсии, к которым мы тоже организуем. Интересно узнать быт племен, которые жили и по мнению сейчас еще находятся на Тайване. Правда, они зарабатывают в основном сейчас туризмом, но тем не менее о том, как они жили когда-то, несколько веков, несколько десятков даже лет назад, интересно, нет, не десятков, простите, веков, да. Далее мы переходим с вами, значит, помимо пляжного отдыха, спа, история у нас, культура, природа. И дальше у нас еще что интересного. А, Гаусюн, да, про него не сказал, у нас тоже туда есть экскурсия. Гаусюн – это вторая столица острова, вторая после Тайве. Очень интересный город, тоже со своей историей, есть что посмотреть. Очень красивые пагоды, храмы. И вообще сам город сам себе очень интересный. Можно будет его использовать в качестве познавательного тоже по Тайваню. И мы перешли с вами плавно к экотуризму. Очень популярный вид отдыха у тайваньцев. И вообще правительство Тайвань очень поддерживает ответственное отношение к природе, очень поддерживает здоровый образ жизни, стремится сохранить природу в ее виде, в том, в котором она была. Потому что какое-то время назад несколько они относились к природе безответственно, скажем так. В общем, но сейчас все изменилось. В общем, на экологию держится путь. И, соответственно, очень развивается велотуризм. По острову проложено более 5000 километров трасс. Это очень много. Ну, опять же, 36 тысяч километров квадратных всего острова. 5000 трасс. Очень живописных трасс. Причем они разные сложности, практически как у горнолыжников. То есть рассчитаны на разный уровень подготовки. Есть трассы, на которых будет удобно с детишками, с маленькими даже прокатиться на велосипеде. Они предлагают такие семейные велосипеды, как, может, вы видели. У нас есть в парке Сокольники такие. То есть вы можете всей семьей сесть на этот велосипед и поехать. Очень удобно. Что касается велосипедного проката. У дорогих отелей, у пятизвездочных отелей парокат велосипедов у нас бесплатный. В остальных местах можно взять велосипед примерно от 100 до тайваньских долларов, то есть от 200 рублей за час. Да, секундочку, я сейчас по вопросам сейчас отвечу. Сейчас секунду про велосипед расскажу. Во многих местах, да, есть ремонтные мастерские, где вы можете, если у вас вдруг сломался велосипед, вот тут же починить. Если вдруг велосипедных мастерских не оказалось, то вы можете всегда заехать в отделение полиции, вам там помогут и починить велосипед, подкачают шины и водичкой обеспечат, и расскажут, как доехать, куда доехать. В общем, не стесняемся, обращаемся. Если вдруг что-то не так, то вам полицейский обязательно поможет. Да, что у нас за вопрос? Пляжи похожи на пляжи Хайнани. Ну, я не знаю, смотрю, с чем сравнивать. Ну, песок, да, море похоже, наверное. Я бы не стала, конечно, сравнивать. Ну, да, наверное, да, больше похоже. Когда сезон дождей? Ну, сезон тайфунов у нас, август, сентябрь. Да, есть сезон дождей. А так, в принципе, вы знаете, остров большой, поэтому в плане климатическом большой. Поэтому, ну, дожди проходят в горах в основном, да, бывает. В августе-сентябре. Какое питание, насколько европейцам нравится? Ну, питание разное. Я уже сказала, да, про это, что вы можете найти все, 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 что захотите. Морепродукты, я думаю, понравятся всем, не только европейцам, но и нашим. Питайцам они нравятся. Питание недорогое, да, от 15 долларов в сутки можно совершенно спокойно уложиться за человеком. Добрый день. Есть пешеходный, пешеходный, видим, да, маршрут? Пешеходные маршруты, да, можно устроить. Ну, собственно, что значит пешеходные? У нас же экскурсии, которые входят в наши туры, они как раз являются пешеходными. То есть вас на автобусе привозят, и потом вы и дальше идете. Пешеходный маршрут. Да. Так. Да, про велосипеды, значит, помним. Можем брать, можем кататься. Это очень увлекательно, потому что можете остановиться в любом месте, если вас что-то зацепило, заинтересовало. Ну, и спорт, здоровый образ жизни, так популярный не только на Тайване, но теперь уже и по всему миру. Дальше я бы еще что хотела сказать, что можно предлагать событийные туры. Это туры, конечно же, на китайский Новый год, на наш Новый год, который 31 декабря обычный. Но я бы хотела остановиться подробнее вот на этом. Праздник обычных фонарей у нас проходит в феврале. В феврале проходит праздник фонарей, когда все украшается фонариками, все подсвечивается, очень красиво ночью, вечером и ночью гулять, то есть в темное время суток. И еще есть фестиваль воздушных фонарей. Выглядит это вот прямо как на картинке. То есть много-много людей собираются, отпускают в небо фонарики, загадывают желания. Зачастую даже многие делают предложения руки и сердца во время этого фестиваля. Очень такое романтичное, красивое зрелище. Можно рекомендовать. Потом я бы еще хотела остановиться на фестивале вот этом. Да, фестиваль драконьих лодок, который у нас проходит в июне, посвящен он, ну, во-первых, это очень зрелищный фестиваль, зрелищное соревнование этих лодок. И оно у нас берет начало в Китае. Это китайский праздник, который перекочевал на Тайвань. Он посвящен поэту, может быть, кто-то знает, Цюйюань, который покончил жизнь самоубийством, утопившись в озере после того, как царство Чу, его любимое, потерпело поражение в войне. Он не перенес этого, такая вот чуткая душа поэта не выдержала. Вот после этого празднуется этот фестиваль драконьих лодок. Ну, происхождение не буду рассказывать, потому что это ближе, наверное, к Китаю. Если вам будет интересно, можете потом в интернете почитать, а почему драконьи и всё остальное. Празднуется он ежегодно. В июне, опять же, повторюсь, можно рекомендовать путешественникам появиться на Тайвань именно на это время, чтобы приобщиться к этому празднику. И да, отвлеклась опять, как всегда. Далее в июле у нас проходит выставка комиксов. Потом выставка еды в августе. Это настоящий гастрономический тур. Очень много всего интересного можно попробовать за недорого и в одной точке. То есть собирается всё лучшее в одной точке. Далее потом идёт наш международный фестиваль цветов в октябре и велосипедный фестиваль в ноябре. И совершенно интересная такая штука. Вот, да, миграция пурпурных бабочек. Я, честно говоря, вот не скажу месяц какой. Я знаю, что это с декабря происходит по март. Но какой месяц точно, вот не буду врать. Но выглядит это вот примерно так. Миграция этих пурпурных бабочек, махаонов. Да много-много бабочек перелетают с одного места на другое. И надо сказать, кстати, что на Тайване более 400 видов бабочек, многие из которых пандемичны, то есть не встречаются нигде. Если у вас есть любители бабочек, то это тоже, пожалуйста, на Тайване. И они там получат несравненное удовольствие, наблюдая за ними в природе. Да. Я к тому, что во время всех вот этих поездок, которые связаны с какими-то событиями, вы можете полностью погрузиться в историю этого острова, насладиться жизнью, прочувствовать. То есть не просто приехать там, покушать, полежать на пляже или ещё что-то, а именно проникнуться культурой острова. Очень интересно, мне кажется, идейно. Да. Ну, это только небольшая часть того, что можно посмотреть в стране, тоже по стране, посмотреть там есть много что. Давайте мы тогда потихонечку, да, перейдём к нашим базовым направлениям. Я хотела что ещё сказать, что наверняка, ну, то есть то, что у вас не спрашивают эти туры на Тайвань, говорит о том, что у нас это не очень развитое направление, но мы делаем всё возможное, чтобы наши люди знали, что такое Тайвань, хотели туда поехать. Но вот на данный момент скорее наш турист – это тот, который уже где-то в Азии бывал, это искушённый турист, но зачастую они не знают, что именно посмотреть на Тайвань. И вот поэтому мы должны им рассказать, преподнести вот эту картинку, да, рассказать, что там интересного, влюбить в этот остров. Наша задача, да, влюбить вас в этот остров и влюбить ваших туристов в этот остров. Я думаю, что это вопрос времени. Тайвань будет очень популярным направлением среди наших туристов. Я очень надеюсь, по крайней мере, на это. И поэтому, если турист у вас не знает, что именно посмотреть, соответственно, он не может простроить свой маршрут. И мы должны прийти ему в этом на помощь. Наше базовое направление – это Тайвань, естественно. Если у вас турист хочет совместить Тайвань ещё с чем-то, то, пожалуйста, нет предрад. Мы делаем туры Тайвань с Китаем, с Гонконгом, ну и, собственно, с сам Тайвань, с Тайвэем. Ассортимент довольно разнообразен туров, то есть можно придумать любые комбинации, помимо тех, которые есть у нас на сайте, и экскурсионные, и комбинированные с пляжем, то есть на любой вкус и цвет, как говорится. И вот наши рекомендованные маршруты, которые мы хотели бы, чтобы вы тоже рекомендовали вашим туристам. В первую очередь, это гранд-тур остров Формоза с русскоговорящей группой. Далее, да, две столицы Азии – Тайвэй и Гонконг. Тоже интересно, то есть сочетание уже двух городов. Потом групповой тур «Великолепный остров Формоза». Но тут у нас одно отличие – это англоговорящая группа. Остров уникальный. Я думаю, что в этом году запросы будут. Ну, посмотрим, да. Я понимаю, что ситуация сейчас не очень хорошая для Азии, но я надеюсь, мы справимся. Справимся все вместе, коллеги. Правда, надо смотреть в будущее с оптимизмом. Так, есть пешеходный маршрут по горам? Да, по горам есть. Можно сделать. С гидом обязательно. Самостоятельно не советую. Очень, да, на ту же самую юшаньбу изумрудную можно сделать восхождение, но закладываю там примерно день на это. А лучше два. Конечно, можно сделать, но под запрос. Присылайте запрос на вот почту, которая выше написана. Я потом в конце еще вебинар расскажу, куда присылать можно будет. Да, дальше у нас и четвертый тур «Великолепный остров Формоза». «Динамичный Гонконг». Тоже групповая группа, консолидация в Тайпее. Вот эти четыре, пожалуй, я бы и рекомендовала к продажам. Потом скажу, какой конкретно тур, на мой взгляд, и на взгляд нашей компании наиболее интересен, удобен. Вот. А дальше мне бы хотелось сказать про новинку нашего на рынке сейчас у нас. Помимо вот этих вот комбинаций с Китаем и с Гонконгом, мы сейчас делаем комбинации с Индонезией. Вот она узнаваема очень. Ну, конечно, Бали. Можно еще с чем-то там сделать, да, если будет интересно, с той же Джакарты, Джок-Якарты с ее Барбудуром, да, к храму там же посмотреть в Индонезии, я имею в виду. Потом комбинации с Куала-Лумпуром. Так как Азюк у нас недалеко, там, например, до Китая всего 150 километров, до Гонконга, насколько я помню, там полтора часа лету, то есть удобно. Ну и, соответственно, все остальное тоже рядом. Там Филиппины тоже рядом. Филиппины и Сингапур, соответственно. То есть мы делаем Тайпэй с Бали или Тайпэй с Индонезией, с другими городами, Тайпэй с Сингапуром, Тайпэй с Куала-Лумпуром, Тайпэй с Филиппинами, с Манилой или там с Баракаем. Все, что выберете. Вот. Ну и, конечно же, можно в один тур сделать все вместе. Главное, чтобы денег у туристов хватило на это. Да. Потом по поводу, вот, с чем мы можем это скомбинировать. Ну, естественно, мы можем присоединить к любой программе, которая у нас на сайте опубликована, все вот эти страны, да, Малайзию, Сингапур, Индонезию, Филиппины. И можно присоединить к вот таким программкам, которые более короткие, чтобы турист уложилось все в 14 дней. У нас же 14 дней – это максимальный возможный отпуск. Да. Можно сделать на 3 дня, 4 дня в Тайпэй, и плюс туда же сделать Сингапур, Бали, Малайзию или Филиппины. Очень интересно, тоже может получиться по деньгам. Ну, как видите, да, 318 долларов за человека – это не так много. Но это, естественно, при двухместном размещении. Потом я бы хотела сказать про полетную программу. Ну, про полетную программу рассказывал наш коллега из China Airlines. Я бы хотела сказать, как мы летаем. Ну, мы, естественно, летаем на всех возможных вариантах. К сожалению, пока разговоры про то, чтобы был регулярный рейс, на регулярной основе рейс прямой, нет разговора такого. Но мы надеемся, что все-таки со второй половины того года может что-то измениться. Конечно, на прямых перелетах удобнее летать, и наши туристы, я знаю, предпочитают все-таки прямые перелеты, нежели с пересадками. Но пока вот у нас без пересадок никак туда не доберешься, поэтому используем всевозможные варианты. Мы предлагаем лететь на аэрофлоте через Гонконг или через Сеул. Тут же можно, кстати, сделать стоп-ону в Гонконге. На пару дней, если кто не был. Потом мы предлагаем перелет на Эмирейтс, это через Дубай. Естественно, мы предлагаем стоп-ону в Европе. Но тут надо понимать, что закладывать на полет тогда придется чуть больше времени именно. Ну, в принципе, да, мы используем любые варианты, удобные для туристов в первую очередь. То есть мы можем со своей стороны предложить с нашей точки зрения удобный вариант, да. Но у нас турист же сейчас смотрит не только на удобство, но и на стоимость. Поэтому, как правило, мы предлагаем все возможные варианты. Турист сам выбирает уже, что ему предпочитать. То есть там стоимость, либо удобную стыковку быстрая. Но зачастую эти два фактора, они и совпадают. То есть и удобная стыковка, и стоимость перелета. Но, как правило, это около 40 тысяч на человек нам западывает перелет. Меньше я вот на ближайшее время пока не видела, хотя мониторий, естественно, часто. Да, удобную полетку про аэрофлот КЛР. Да, через Европу сказала, через НПО сказала, все, через Эмерейс, через Дубай тоже отличная стыковка. Мы ее, кстати, предпочитаем. Почему? Потому что рейсы пролетают утром, улетают вечером. Мы можем стыковать эту программу так, чтобы у туриста не было дополнительной ночи нигде, то есть чтобы он не тратился на дополнительные расходы на ночевку. Вот, поэтому Эмерейс – это хорошая полетка. Но и все остальные тоже хороши. Поэтому, да, исходя из того, что полетная программа может быть разная, мы даем туристу возможность выбрать, и поэтому все наши программы рассчитаны без учета авиаперелета. То есть авиаперелеты вы добавляете самостоятельно с учетом, соответственно, запроса ваших туристов. Что бы я хотела сказать? Ну, я бы хотела остановиться на вот этой программе, потому что, на мой взгляд, она, и не только на мой взгляд, на взгляд всего нашего коллектива, она наиболее удобна для туриста, для первого ознакомления со страной. Потому что если делать ее в индивидуальном порядке, она получится как минимум в два раза дороже. Это групповая программа, поэтому цена у нее очень привлекательная – 760 долларов за 1-2 дабла, плюс авиабилет. Консолидируется она в Тайпэй, и у туриста есть возможность, например, если он хочет прилететь пораньше или улететь попозже, приплюсовать сюда пляжный отдых. Вот она как раз замечательно для этого подходит. И здесь у нас входят наиболее посещаемые места, наиболее знаковые места на Тайване. Ну, мы сейчас на каждом из них чуть-чуть прямо остановимся, у нас уже 18 минут осталось, надо ускориться. Да, проживание у нас везде идет 3 звезды плюс 4 звезды по программе, это 7 ночей. Где-то завтраки входят везде, где-то по программе обеды и ужины. Но, в общем, посмотрите, если будет интересно, она у нас на сайте как раз висит, запомните, гранд-тур «Остров Формоза». Да, по комиссии еще тоже важно. В 10% мы даем комиссии с этой программой, что неплохо, правда, потому что сейчас все уменьшают комиссию, а мы даем в 10, стабильно. Ну, про одна из полу у нас есть где-то по 8% турпосчитан. Но, в общем, конкретно по Тайванию это 10%, все, что вам нужно сейчас запомнить, будем останавливаться на другом. Давайте немного по программе по самой пройдемся, чтобы у вас было понимание, что мы вообще смотрим. Ну, по прилету у нас встречают, гид отвозят в отель. Отель мы берем в квартале, около квартала Семидин. Это очень удобно, потому что у туристов будет время немножечко прийти в себя, переодеться там и пойти погулять. И там же я советовала бы им поужинать. То, что ночной рынок Семидин – это отличное место для покушать. Дорого, очень такое колоритное место. Прям советую, да, сходить. Именно поэтому мы отель выбираем поближе к кварталу Семидин, чтобы турист не тратил время на добраться. Дальше у нас будет с вами уезд Вантул. Очень интересный. И как раз в нем находится у нас знаменитое озеро Солнце и Луны, которое мы обязательно посмотрим. Вот оно, да. Что интересно, вокруг озера Санон-Лейк 33 километра, аж 33 километра велосипедных дорожек. Мы смотрим обязательно озеро. Смотрим обязательно храм Вэньву. Это храм литературы и меча. Да, вот он. Храм Вэньву, да, очень интересный. Посвящен Конфуцию как мастеру пера и Куан-Си как мастеру меча. Дальше мы смотрим с вами, едем, переезжаем тоже на следующий день. Мы переезжаем в лесную зону Алишань. Чем примечательно место? Во-первых, ну, очень красивые виды. Потом у нас будет чайная церемония, где вам расскажут о знаменитых сортах чая тайваньского. Затем у нас будет поездка на вот таком вот поезде. Это отсылка, это узкоколейная железная дорога, которая была построена во времена японской оккупации. Японцы для лесозаготовок ее сделали. Сейчас у нас же эта дорога используется для туристов, туристических целей. У нас будет такая поездка, очень прикольно. Проездка на маленьких-маленьких вагончиках и в таком очень красивом паровозике. Потом, значит, что еще интересного в этих горах Алишань, вот эта фотография, это кедры, которые произрастают не менее чем на тысячи метрах над уровнем моря. Большие в обхват, это около 25 метров и в высоту 50-60. Очень красивые деревья, величественные. И что тоже интересно, самому старому дереву 3000 лет уже больше, 3000 лет. Ну, то есть есть что посмотреть. И, кстати же, да, забыла сказать, что по событийным турам цветения сакры очень интересно. И как раз это вот Алишанье можно посмотреть. Вот, дальше мы переезжаем в Тайнань. Это историческая столица острова. Тут мы окунемся уже в историю Тайваня. Посмотрим тоже храмы. И перед Тайванем, перед Тайнанем мы еще заедем на соляные поля Бэймен. Тоже интересно. Если кто не видел, как делается соль, то это вот одно из самых старинных соляных озер на Тайване. Оно насчитывает более 300 лет. Тоже интересно, очень интересно посмотреть. Дальше у нас будет крепость Анкин. Интересно тоже сооружение времен вторжения голландцев. Ну, тут видимо фотография такая европейская. Европейские сооружения. Посмотрим это. Не буду рассказывать про это очень подробно, потому что, ну, если у вас будут вопросы, лучше мне потом напишите или позвоните. Я вам расскажу более подробно, потому что я чего-то немножко не вкладываюсь в то время, которое мне было уделено. Да. И мы переезжаем после осмотра Анпин в город Гауссюн. Это вторая столица Тайваня. Тоже очень интересное место. Здесь мы посмотрим озеро Лотосов. На нем же находится храм дракона и тигра. Здесь у нас, по-моему, ночевка получается. К сожалению, здесь нет у нас фотографий с монастырем, который мы тоже посетим. Это Фугуаншань, где находится огромная 120-метровая статуя Будды. Тоже очень интересно. Ох, 13 минут, боже мой. Так, дальше мы с западного, соответственно, побережья уже через юг переезжаем на восточное и в город Тайтун смотрим. Очень красивое тоже место. Останавливаем. И здесь у нас будет отель с горячими источниками, которым можно будет воспользоваться. Про горячие источники я говорила вначале. Интересно. То есть отдохнутые, и дальше уже поедут вдохновленные, отдохнувшие и довольные. Да, на следующий день мы смотрим геопарк Сяуэлью. Вот так вот это выглядит. Скалы из песчаника, подточный ветром. Это все уже прибрежная зона, уже у нас это получается восточный побережье, да. Потом мы посмотрим тропик Рака. Знаете, что такое тропик Рака, да? Это точка разграничения тропических и умеренных температур. Их аж три штуки на всем острове. В Дзяи, в Хуаляне, собственно, тот, который мы увидим. Тоже пофотографироваться. Интересное место. Посмотрим. А, ну и увидим знаменитый каменный зонтик. Это такая скала с тоненькой-тоненькой скала, которая держит на руку коралловый риф. И получается, как зонтик выглядит. Каменный зонтик называется. Очень интересная вещь. Но у меня, к сожалению, здесь находки нет. Не могу показать. И далее мы с вами отправляемся в национальный парк Тарока. Очень тоже интересное место. Если я не ошибаюсь, 930 квадратных километров занимает площадь этого парка. Здесь изначально добывался мрамор. И поэтому вот ущелья все в мраморных скалах очень красивых. Здесь посмотрим тоннель водных занавесей, мраморный мост. Собственно, ущелье мраморное. И вот здесь вот внизу на картинке у нас храм очень красивый. Но, правда, вот это вот рукотворно. Это у нас водопад, который вот отсюда спускается. Через храм как бы дальше идет, спускается вода вниз. Очень красивое, романтичное место, живописное. Но про Тароку можно много говорить. Я реально просто боюсь, я ничего не успею. Если сейчас еще больше остановлюсь на этом. Простите, пожалуйста. Видимо, придется делать еще один вебинар, посвященный каким-то определенным достопримечательностям, чтобы у вас было представление. Да, и после этого мы этот день уже завершаем Тайпеем, небоскребом Тайпеем, на который мы сходим. И далее у нас будет ужин. И у нас, собственно, остался один день для... Уже последний завершающий день. Где у нас будет обзорная экскурсия по городу, включающая в себя мемориальный комплекс Чанкаши. Очень интересное место, красивое. Стоит того, чтобы посмотреть. Потом обязательно музей императорского дворца, о котором я немножко рассказал, но, видимо, не очень много. Посещаемость на данный момент уже более 4 миллионов людей. Можете представить. И экспонатов больше 700 тысяч. Во времена, когда Чанкаши бежал во время революции из Китая, они успели вывезти сокровища Гугун, это императорский дворец в Пекине. Очень много вывезли всяких интересных вещей. И вот, собственно, этот музей включает в себя вот эти все вещи, которые вывезли во время революции. Очень интересный музей, и здесь можно потратить все уйму времени на то, чтобы посмотреть все. Потом я бы еще хотела сказать, что мы, если какие-то экскурсии отдельно, да, та программа у нас завершилась, все. Мы отправились в отель, забрали вещи, мы, может быть, продлили время в отеле, потому что в 12 у нас выезд. И едем сразу в аэропорт, либо можно продлить проживание на еще один день остаться, либо на два. И я бы еще хотела сказать, что если у вас турист хочет собрать тур сам, то мы можем тоже ему это предложить. Вот у нас есть экскурсии, которые мы можем организовать. Правда, здесь стоимость указана у нас с англоговорящим гидом, но мы можем сделать и с русскоговорящим. Да, пожалуй, наверное, на этом мы будем заканчивать. Если есть вопросы, давайте быстренько у нас 8 минут, осталось попробовать на них ответить. Да, остров уникальный, да, это я уже прочитала, но, боюсь, в этом году запросов будет немного. Давайте поработаем над тем, чтобы запросов было больше. Хочешь, чтобы их было больше. Да, про экскурсии мы сказали. Что еще? А, про детей совсем не сказали. Детям тоже есть чем заняться на Тайване. Есть зоопарки, есть аквапарки, есть океанариумы. Да, в общем, детям тоже есть чем заняться. Не надо пугаться отдыха с детьми на Тайване. Да, мои координаты. Вот. Значит, можно, если у вас есть вопросы, какие-то вы можете позвонить по указанному телефону. Зовут меня Ольга Мышева, еще раз напомню. И вот моя почта. Азиясобачка.чаиндрау.ру Буду очень рада сотрудничеству. Спасибо вам большое, что вы были с нами сегодня, потратили свое время драгоценное на то, чтобы знать что-то новое. Мне очень хочется, чтобы Тайвань у нас был раскручен нашими общими усилиями. Да, вопросов нет. Я раскрыла тело полностью. Да, спасибо вам большое еще раз, коллеги, что вы с нами. Да, вылет из Казахстана можем сделать, но, естественно, что, может быть, через Москву придется это сделать. Я, честно говоря, так сейчас на скидку не скажу. Валентина, и вы с нами. Спасибо вам большое. Да, я очень рада, что Сингапур понравился. Обращайтесь. Вот Тайвань у нас теперь с вами будет. Для граждан Казахстана, уточню, можно Али Виза. Опять же, да, Елена, напишите мне, пожалуйста, на почту, я уточню все, напишу вам. В записи, да, вебинар будет, можете посмотреть в каталоге. И предыдущий вебинар у нас есть в записи, и этот, соответственно, тоже. И опять же, если есть какие-то вопросы, можете позвонить, написать. Все расскажу. И вам тоже удачного дня, коллеги. Мне кажется, нас ждет хороший сезон, несмотря ни на что. Ах, еще бы рейсы бы поставили прямые. Вообще было бы замечательно в смысле. Простите. Я прошу прощения, может быть, я немножко волновалась, но, честно говоря, для меня всегда волнительно встречаться вот так вот на вебинарах. Хочется, потому что рассказать очень много всего, а времени не очень много. И, в общем, с тайминговым у меня небольшие проблемы наблюдаются. Да. Не знаю, где ускориться, где, наоборот, замедлиться. Ага, да. И вам еще раз спасибо, Балентин, что были с нами. Очень приятно. Кстати, про еду. Небольшое отступление. По завершению. Кстати, про еду. Да, было интересное, было очень интересное видео. Если кто смотрит по НТВ, поедет по еде. С чем? Ну, фактически он меня украл, часть вебинара прям, который я готовила. Поэтому на еде, может быть, я не очень много останавливалась, но там действительно очень много всего интересного, что можно покушать. Мне кажется, еда – это одно из культурных наследий, которое как раз дает представление общее стране. Не попробовав национальной еды, не поймешь, что за страна, на мой взгляд. А, ну, про то, что везти. Если у вас туристы интересуются, что такого привезти с Тайваня, да, и с Тайванем. Чай, конечно же. Правда, он не дешевый. Если это хороший сорт чая, например, «Восточная красавица», он же «Понфен», то, да, тут можно выложить кругленькую сумму. Какую программу хотели бы предлагать? Гранд Тур Формоза. Для первого ознакомления самая хорошая программа, потому что стоит недорого. Русскоговорящий вид на протяжении всей программы. И, собственно, смотрим практически все знаковые места на Тайване, поэтому я бы рекомендовала, да, уже вот эту программу. Гранд Тур Формоза. Проживание в Туре. Отель 3 звезды плюс 4 звезды. Анжела, да, если у вас будут вопросы, вы мне можете написать. Да, я вам могу подробно программку еще рассказать со своими какими-то комментариями, да, чтобы было понятно. Ну вот сейчас я, может, пролистаю. Еще раз покажу слайд с Гранд Туром. Сейчас, секунду. Да, да, вот этот вот Тур я бы рекомендовала. Комиссия с него 10%. Одна, вторая ДАПЛа стоит 760 долларов, ну, плюс авиабилет. Ну, что, на мой взгляд, для такой программы очень недорого, достойная цена. Опять же, повторюсь, в индивидуальном порядке это будет намного дороже. Ну, не намного, в два раза, как по крайней мере. Да, здесь у нас дата указана, которая Тура, это дата вылета, дата программы, то есть на день позже, 24-го. Если вы сами подбираете билет, то смотрите билет с 23-го, программа с 24-го. То есть какие-то, опять же, вопросы, лучше позвонить, уточнить или написать. Это сборный тур, он организуется, да, это групповой тур от двух человек. Для одного человека это, к сожалению, придется делать индивидуально, если группы не набираются в этом плане. И тур состоится даже при группе два человека, да, с русскоговорящим видом. Город у нас Тайпэй. Начало тура из города Тайпэй. Им же заканчивается тур. То есть вы прилетаете в Тайпэй, улетаете из Тайпэя. Коллеги, одна минутка осталась. Давайте, если еще есть вопросы, я постараюсь быстренько ответить. Если нет, то... Тоже желаем друг другу хорошего дня, хороших продаж, что есть на майске. На майске есть все пока, помимо Тайваня. Тайвань тоже. Да, Жень, спасибо. Евгений у нас тут пишет как раз ссылку на тур. Можете открыть, посмотреть. Коллеги, всем большое спасибо. К сожалению, мне нужно закругляться. Точнее, не закругляться, а уже заканчиваться. Да, опять же, если у вас есть какие-то вопросы, не стесняйтесь, звоните, мы всегда на связи. У нас есть страничка на Фейсбуке, есть страничка в Инстаграме. Если вдруг вы по какой-то причине можете достучаться по другим ресурсам, то, пожалуйста, пишите там. Всем поможем, все расскажем. Еще раз спасибо, что вы все были с нами в этот день. За окошком солнышка. Так что все хорошо. Желаю вам хорошего дня. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok